Год Дракона Мы слышали такой своеобразный уплёх Эх, жаль, что вы приезжаете к нам зимой или осенью Мы убеждены, наша земля прекрасна в любое время года И именно это мы попытаемся сегодня ещё раз доказать А во-вторых, и это самое главное Именно сегодня я хотел бы познакомить вас с людьми Которые, собственно, и делают программу Всё путём на Первом национальном телеканале Не все они, к сожалению, смогли выбраться сегодня на съёмки Потому что находятся на своих боевых постах, так сказать Предскажем наш замечательный видеоинженер Игорь Князь Одновременно он ещё и наш летописец Его фотографии, его работы Они как бы дополняют нашу программу Сейчас в очередной командировке Не говоря уже о нашем замечательном Ярике Ярославе Терешко Этот человек ещё молод, но, безусловно, очень и очень талантлив В этом можно убедиться, смотря нашу программу Присоединяйтесь Ой, молодец, хорошо Ещё, 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 ещё О! Ну, мне кажется, такой ёлки вообще нигде никогда ещё не было Пожалуйста, это ноу-хау нашей программы А это директор нашей съёмочной группы Очаровательная Виктория Дорогие друзья, позвольте поздравить вас с наступающим Новым Годом Пожелать вам всего самого светлого и нового в Новом Году Больше приятных путешествий, ярких событий, положительных эмоций и новых встреч Друзья, берегите себя, оставайтесь сами собой И всё непременно будет путём А из наших путешествий, больше всех мне понравилось путешествие в Берёзу Чего только один картузианский монастырь стоит С 1648 года начинается и почти 40 лет продолжается вот здесь, в Берёзе Строительство вот этого замечательного монастыря Ордена Картузианцев Кстати, именно поэтому Берёза и называется Картузская Совсем не потому, что, как сказано было в одном учебнике истории Здесь Суворов повесил свой картуз на берёзу Строительство крупнейшего на территории Великого Княжества Литовского монастыря Ордена Картузианцев Кстати, одного из древнейших орденов на планете Земля Начал Лев Казимир Сапега Орден Картузианцев был основан аж в 1084 году Близь французского Гренобля в Альпах святым Бернаром Его аскетические принципы пришлись по вкусу очень многим в то время В середине 16 века над Европой пролетела весть о чудесном исцелении слепого сына Казимира Сапеги В честь этого невероятного события он решил выкупить в любой точке Европы за любые деньги землю, чтобы построить такой монастырь Ему разрешили построить такой монастырь вот здесь, в Берёзе И тогда Сапега поразил всех Он вложил в строительство этого монастыря не просто большие, а гигантские средства Десятки тысяч злотых червоного золота превратили этот монастырь картузианцев в одно из крупнейших зданий тогдашней Европы Кельи были изолированы друг от друга и каждый примыкал свой дворик-огород Этакое натуральное хозяйство Монахи не только соблюдали обет безбрачия, но и обет полного молчания Они практически даже не видели друг друга Монастырь был обнесен крепостной каменной стеной с пятью башнями И в одной из которых была создана каплица святого Бруна, основателя картузианского ордена К монастырю примыкали лазарет, дом лекаря и даже собственная аустерия Ну, этакий ресторан тех времен Вот это, все, что осталось от замечательного костела монастыря картузианцев Стены которого разрушали, чтобы построить пресловутые красные казармы В Центральном военно-историческом архиве Москвы хранятся точные чертежи Клиштора Сделанные в 1835 году русскими военными Жаль, что сегодня нам приходится только дофантазировать, что же здесь было на самом деле Стоял удивительной красоты костел, была библиотека А вон через те ворота входил и выходил сам Казимир Сапегов Стены монастыря не раз становились свидетелями и участниками различных исторических коллизий Он неоднократно подвергался нападению В ходе Северной войны начала 18 века войска шведского короля Карла XII захватили Березу И почти полностью ее разрушили Бывали здесь русский царь Петр I и польский король Август II После окончательного раздела Польши в 1795 году все эти земли отошли Российской империи Это прежде всего, конечно, человек, который создает картинку нашей программы Все, что вы видите и все, что слышите, это вот Леонид Терешко, наш ведущий оператор Привет всем! Всех поздравляю! С Новым годом! Желаю здоровья, счастья, успехов в личной и общественной жизни Все путем мы будем в сердце в твоем и в твоем Больше всего мне понравились приключения в Житковичах По болоту мы катались на поезде На первый взгляд это обыкновенная железнодорожная станция Есть платформа, здание вокзала, но не все так просто Есть люди, которые по-разному проводят свой досуг Ну, кто-то любит приехать в агроусадьбу и просто попариться в банке, потом развалиться и отдыхать Но есть люди, которые наслаждаются активным отдыхом Так вот, от этой станции мы с вами начинаем путешествие Вот на этом замечательном локомотиве Вот по этой замечательной узкоколейной дороге в сторону болот Одно из самых главных и замечательных мест в Житковичском районе Все погоним А какая общая протяженность железнодорожной дороги? Пускай она узкоколейная, но она довольно серьезная Протяженность этого пути составляет порядка 40 километров В Житковичах есть у нас станция перегрузочная И порядка 20 километров сюда, до брикетного завода И от брикетного завода до полей добычи тоже порядка 20 километров Хорошо, а какой участок примерно по болотам проходит? По болотам километров около 15 Мудрые люди до конца выработав торф в этих местах Решили дать болотам новую жизнь Они не бросили их на произвол судьбы Дабы ветра и солнце не превратили болото в песчаную и пылевую пустыню Для этого был создан гидрологический заказник местного значения Булев мох, или как сейчас его называют Жемчужина Житковичского края Вся эта красотища создана с целью восстановления живых болот В естественном состоянии Сохранение их для наших потомков Да и просто для того, чтобы мы сами насладились первозданной природой Ну что, в полном смысле, все путем Вот так закончилось наше совершенно удивительное путешествие по маленькой железной дороге К очень большому и красивому месту И еще один наш замечательный оператор Молодой, но очень талантливый Павел Науменко Здравствуйте, телезрители! Поздравляю вас с Новым Годом! Всего вам хорошего в следующем году! А мне больше всего запомнились наши летние приключения Мы в Древнем Турове Сегодняшний день посвящаем путешествию по одной из самых красивых рек нашей земли Рипете Но это будет не обычный вояж А путешествие на одной из новых достопримечательностей города Плавучей гостиницы Полесье Итак, свистать всех наверх! Отдать швартовое! Итак, гостиница превращается Гостиница превращается Превращается гостиница В корабль! Вперед! Прощай, любимый город Уходим завтра в море Я, конечно, не героиня знаменитого Титаника Но ощущения такие же, потрясающие Белорусская погода дарит нам невероятные сюрпризы Припять хороша в любое время года Честное слово На протяжении всего маршрута вы сможете полюбоваться редкими видами птиц К слову, колонии серых и белых цапель гнездятся только в пойме реки Припять Незабываемое зрелище – бакланы Вот такая милая птичка, способна за сутки съесть, представьте себе, до 5 килограммов рыбы Здесь обитают и чайки, и крачки, и филин, и змеи яд, и даже ремес Находящиеся под угрозой исчезновения в мире вертлявая камышовка и большой подорлик Вообще-то цифры впечатляют Всего 256 видов Путешествие – находка для любителей охоты и рыбалки Полесская амазонка – настоящее рыбное царство Ну где вы еще найдете такое чудо? Живете в роскошной гостинице и одновременно путешествуете по одной из самых красивых рек нашей страны А вы знаете, я вам по-хорошему завидую, белой завистью Я это уже все увидел, а вам только предстоит окунуться в красоту Припяти И несколько слов о нашем генеральном партнере Вы можете совершенно спокойно наслаждаться красотой нашей земли Ваши деньги работают на вас Дело в том, что в любой точке страны вы обязательно найдете отделение или хотя бы банкомат БелАгропромбанка БелАгропромбанк – лучший друг туриста в новом году Чтобы был порядок, у всего должно быть свое место Книги на полке Рубашки на вешалке Рыбка в аквариуме Картина на стене Цветы на подоконнике А деньги должны храниться в БелАгропромбанке БелАгропромбанк Вклады БелАгропромбанка – выгодные решения для ваших денег И, безусловно, лучшее, что есть в нашей программе, самое ценное Наше сокровище – это руководитель нашей программы, автор сценария Ольга Копенкина В своих телевизионных путешествиях мы ходили вплавь, ездили на болотоходе, поезде А сегодня хотим пожелать всем путешественникам программы «Все путем» Счастья, здоровья и приятного времяпрепровождения А сейчас давайте вспомним наше путешествие по городу Слониму Гродненской области Особое место в истории города занимает Михаил Казимир Агинский Великий гетман литовский, генерал-майор войск Великого княжества Литовского Человек весьма неординарной судьбы В свое время, кстати, один из претендентов на польский престол А с другой стороны, кто только не был претендентом на этот самый польский престол Но Михаил Агинский запомнился нам другим После поражения в 1771 году от войск Суворова В ходе войны с так называемой Барской конфедерацией под Столовичами Он долгое время находился в эмиграции, а потом вернулся все-таки сюда В родной Слоним и развил бурную деятельность К слову, был очень неплохим драматургом, поэтом и композитором Что и проявилось в его дальнейших начинаниях Он строит придворный театр, в котором работали актеры из Польши и даже самой Италии Были собственные крепостные хор и балет По всей тогдашней Европе славилась Слонимская капелла В которой музыцировали 50 виртуозов И она входила в число самых больших придворных оркестров Европы Кроме того, был создан обширный архитектурный ансамбль С хозяйским дворцом, парком, оранжереей, домом для гостей Тогда же появилась типография, в которой печатались книги, карты и ноты Наиболее полную информацию о местах размещения в нашей стране Вы можете найти на электронном портале белагротур.бюай 500 агроусадеб по всей нашей стране Белагропромбанк – лучший друг туриста Поздравление поздравлением, но для меня лично самым любопытным путешествием Стало путешествие в самый маленький город нашей страны – Десну И уж потом приключения на местном болоте Ельня Там есть на что посмотреть Вперед! Десна очень уютно расположилась на полуострове между реками Западная Двина и непосредственно Десна, чем-то напоминая расположением знаменитый Нью-Йорк Но дело в том, что Нью-Йорк тоже начинался как маленькая деревянная крепость Новый Амстердам Видно у городов, как и у людей, у каждого своя судьба А судя по значкам, в Десне на каждые 100 человек приходится по одной достопримечательности Продолжаю путешествие по Миорскому району Впереди экскурсия по одному из самых больших верховых болот Европы В нашем распоряжении отечественное чудо техники – болотоход Вот вам, пожалуйста, прекрасная альтернатива любому экскурсионному автобусу Все-таки по-настоящему это наше белорусское чудо По-любому По идее, надо ехать в болота, приглашайте Вперед, поехали, пожалуйста Ну то есть крейсерская скорость практически как у любого нормального джипа в экстремальных условиях Можно сказать, что вещь – это добротно сделанная Главное, что наша белорусская задумка И уже признана во всем мире Хотя начиналась именно как, ну почти такой конструктор для взрослых мальчиков Конечно Настоящим любителям экстрима сюда нужно приезжать осенью или летом Чтобы на себе по-настоящему ощутить всю прелесть болота То есть комариные атаки, сбор ягод, хождение по нетвердой почве Наверное, в это трудно поверить Но у меня под ногами все богатства болот Клюква, наверное, другие ягоды, мороженое Но что самое опасное В болоте иногда можно провалиться Вот это было настоящее Спасибо, Саша Блин! Мама моя дорогая! Друзья, с Новым годом вас! Желаю всего самого нового в этом новом вам году Новых путешествий, новых встреч, новой любви В качестве новогоднего подарка предлагаю посмотреть сюжет Созданный на основе сцен, которые не вошли в программы Мы первая телевизионная программа, которая непосредственно участвует не только Вот спили мысль Мы первая телевизионная программа, которая не только снимает, но и непосредственно участвует в торжественном открытии агроусадьбы отца Геннадия в знаменитом доме Кастринский А также ж ты будешь делать Ребят, я вот это попам Подставить его музыку Не надо попам Музыку потом установить Согласен А ты не снял Ай-яй-яй-яй-яй А ты опять Ну ладно, поехали Как отдыхается на Лазурном берегу, не знаю, давненько не был. А вот отдых на нифига себе, конечно, ничего. Да, ребят, я не знаю. Вот наружной это все закрывать. Ну что, полезли. А я не перелезу, у меня узкие джинсы. Нет, что делать? Ярик, не торчу. Картинки надо. Ногу мне закинь, пожалуйста. Тихо, тихо. А ты говоришь. А ну ты и поворачиваешь. Ой. Слушай, она маленькая совсем. Вы как в танке. Это у нас с тобой работа. А это яркая зарисовка нравов местных котов. А это человек, без которого в полном смысле этого слова мы никогда бы никуда не добрались. Водитель нашей программы Сергей Бурцевич. Всех поздравляю с Новым Годом. Да, возможно, этот год был не самым простым в нашей жизни, но все-таки он прожит нами. И кое-что даже сделано. Осталось буквально несколько дней, и наступит один из самых светлых и прекрасных праздников нашей жизни. Как было сказано в одной из замечательной сказки. Слип, снаб, сноре, пуре, базилюре. Мы с вами, вы с нами, и все мы вместе. С Новым Годом! С Новым Счастьем! Все путем. Увидимся! Зимой и летом стройная зеленая была. С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом!